Меч Господа Гедеона И фактически судья, который был рожден в Израиле, был избран в первую очередь Богом, а людьми был признаваемый за его дела. Очень важно понять. Судьи, судьями не рождаются. Они призваны Богом, избираются Богом и признаваемы людьми по их делам. Что происходило тогда во времена Гедеона? Это фактически уже несколько поколений израильтян, которые уже основались в земле Израиля. И в свою же очередь они поступали по делам земли, которые там оставались жить. Не все были уничтожены. И Израиль постепенно, постепенно отходил от Всевышнего. Другими словами, ежедневная жизнь, суета приводила к некому охлаждению, пониманию сущности и призвания Израиля. Плюс исполнение заветов, которые оставил Моисей. Были сложности. И если я сегодня вас спрошу, как ваша духовная жизнь по сравнению с 20-летним прошлым, вы скажете, да, где-то так оно и налево, и направо, где-то вниз, а где-то вверх, три дня полем, два дня лесом, а может быть там и черта будет какая-то, где пересечь нужно в небо, и главное, чтобы попасть туда. Послушайте, жизнь не меняется. Люди остаются теми же, которые Бог их создал, с теми характерами, теми же состояниями, с той же отклонением к злому, да, и к добру не сильно хочется прилепляться. Все как бы у нас, все то, что нас окружает, соседи и так далее. Это все влияет на нас. И поэтому в Израиле была та же самая часть, и они, отходя от Бога, попадали в зависимость от других загарбников, таких налетчиков. И вот уже Израиль очень сильно обнищался. Если будете смотреть книгу Судей, вы поймете, о чем говорится. Израиль весьма обнищал. Моавитяне грабили, дети пустыни, там, да, там, такие кочевники грабили, все, что могли забирать, забирали. И это продолжалось семь лет, пока всем это вот так не достало все. Грабили, ну ладно, пограбили раз, да. Помнишь, когда тебя грабанули раз, ты виноват. Когда второй раз, значит, ты уже все. Глупый. Но они, видно, семь лет они глупостью занимались, вот да. И потом написано, что они воззвали к Богу. Вспомнили. Что значит воззвать? Там вообще кричали. Они вопили, кричали к Богу. Если бы это один день. Они понимали, что ситуация сложная. У нас тут света нет три дня, и у нас уже начинаем кричать вовсю. Там света не было долго. Электричества не было. Поэтому Гедеон выбивал пшеницу не на гумне, то есть не на открытом месте, чтобы сеять, то есть выветривать, а вточили, чтобы никто не видел. Бог избирает Гедеона, ничем не приметного молодого человека. Знаете, на украинский такой лад переставить. Наш народ отчаянно боролся с тем, что происходило до Майдана, да, и на Майдане. Нам все достало. Мы кричали, стучали, да. Целых три месяца это происходило. Если вы помните, это у нас молитвы происходили, да. И когда Бог дал нам конкретно ответы, что будет все-таки пролитие крови, будет война и будет ситуация, никто в это не верил. Это еще было как раз в 13-м году, до того, как еще начали люди погибать. Получив высшее призвание избавления народа Израиля, Гедеон сначала засомневался. Засомневался, каким образом. Он говорит, Господи, как спасу я Израиль, как вообще это возможно. Потому что племя мое, то есть колено, Монассии, если вы помните, кто такой Монассия, это дети кого? Иосифа. И он говорит, подожди, при том, что их благословили, и мы на сегодняшний день, когда мы благословляем своих мальчиков, мы говорим, да благословите Господь, как благословил Авраама, Ицаха, Монассию и Ефрема. Мы как бы повторяем это. А здесь Гедеон говорит, так мы из колена Монассии самая бедная. Бедный человек. В доме отца моего я самый младший. Между прочим, его два брата погибли за это время оккупации. Вы простите, я люблю такое небольшое отступление делать. Когда Бог, я верю, что Бог призвал Вову, он засомневался сначала. Знаете чем? Помните, что он говорил, будем договариваться. Он засомневался, что вообще что-то возможно быть. Я думаю, что и Гедеон, наверное, так тоже, что будем договариваться. Бог говорит, нет. Я буду с тобой, ты поразишь Мадиян, я хотел вычеркнуть Мадиян, поставить Ро. Как одного человека. Смотрите, захватчики и притеснители пришли на территорию Израиля после семи лет. Грабежа их было 135 тысяч. Вы думаете, они пришли на территорию Израиля просто так? Мы когда читаем это все, мы иногда даже не думаем. Семь лет они уже грабили Израиль. И Израиль начал кричать, его пить. И Господь избирает Гедеона, самого, может быть, незначительного человека, который трусливый был, прятался, выбивая зерно на Тачиле. И здесь Бог говорит, послушай, я хочу твоей силой избавить Израиль от оккупации, от тех нападков, которые происходят, от того грабежа, который происходит. Потому что они ко мне воззвали. Воззвали, и там есть момент такой интересный, что не просто взывать к Богу, а чтобы взывать к Богу, нужно надеяться на Него и верить в Него. А без веры угодить Богу невозможно. Правильно, да? И надо покаяние, чтобы именно Бог сошел к тебе и проявил свою милость. То есть, как что-то повернулось в Израиле, где они начали обращать внимание на тот закон и то призвание, который имел Израиль или Бог к Израилю. Они начали думать о покаянии. И вот, чтобы понятно было, семь лет это грабежа. И тут, когда Бог призывает молодого человека к борьбе, эти приходят, моавитяне, и еще, и там написано, что сцены, типа, с пустыни, то есть с востока. Они перешли с востока, пересекли Иордан и пришли на территорию, где расположились для чего? Для просто прогулка. У них там было чересчур жарко, здесь немножко холоднее, или прохладнее, выпасти своих овец. Нет. Они четко понимали, что это будет война. Это будет захват. Это будет уничтожение Израиля как государства, как именно Божий народ. Немножко что-то похоже, правда? Что-то очень интересное. И Бог говорит Гидеону сделать что-то. Во-первых, послушание. Я пойду к этому. А потом говорит, я буду с тобой. Самое важное в нашей жизни услышать в наших действиях, тому, чего Бог призывает нас, что Бог скажет тебе, я буду с тобой. Я буду с тобой. И я верю, что Бог с нашими войнами, Бог с нашим государственным аппаратом, не без ситуации. В каждом аппарате есть свои люди, которые не совсем согласны с Богом. Есть такие, понимаете, да? Не совсем согласны с Богом. Но, посмотрите, очень важная тема, что Бог говорит, возьми шофар, у нас есть шофар, возьми, что у нас? Кувшин и свечку. То есть, там факел, да, или как бы это, ну, будем говорить так, лампадку или как-то еще. Возьми. У нас все это есть. Это все сейчас вот таким образом представлено. Возьми это. Вот сказал бы вам Бог, вот с этим оружием ты победишь врага. Я бы, наверное, как-то так не сильно убежденно, что мне, заколоть его рогом? Ударить по голове кувшином? Вы понимаете, да, чем мы так логически, это как бы очень далекий метод борьбы с врагами. У нас вообще-то не было оружия, да, будем говорить, в стране. Мы готовились каким-то непонятным образом, у нас вообще как бы так ситуация была критическая. Но здесь именно момент светильник, кувшин и в шафар. То есть, он говорит, вот этим образом снаряди народ к брани. И наша с вами брань не против плоти и крови, а против зла, вошедшего в сердца наших соседей. Наша бронь это молитва. То есть, шафар трубить нам необходимо. Мы к этому придем. Смотрите, трубам. Чаще всего трубу говорит, когда придет война. То есть, придет враг, ты должен трубить. Выйдя на свои стены, трубить. Кричи о том, чтобы идет враг. Другими словами, шафар предоставляет возможность нам начать молиться и не просто молиться, громко взывать и людям говорить, что время, друзья, последнее. благовестие, это не только, что Иисус тебя любит, а благовестие, как Писание говорит, некоторых страхом спасайте, пожалуйста. Что дальше будет? Что может произойти? Я не говорю о скатологии, то есть, о последнем времени. Читайте сами, разбирайтесь сами, вы тратите сильно много, главное, не заблудиться. Вам наговорят еще к всякой гадости. Лучше чувствуйте, что Бог говорит вам и как делиться с людьми. Чувствуйте это на сколько последнее время. Мы даже понимаем, что это необходимо делать. Призвание каждого человека в общине, рожденного свыше, это слово проповеди, то есть благовестие. Молитва должна быть постоянно. Вы знаете, Бог нас призвал к молитве, благовестию своей личной жизнью. Призвал, как говорит Илюша, я же, я только и шел, а он мне говорит, Христос воскрес. Что, на лице было написано, что ты верующий? Есть что-то в нас, чтобы доносить. Светильник, то есть свет, который есть. И Писание говорит, что твое слово, что оно является? Светильник моей ноге. Я верю, что для нас, верующих людей, очень важно изучать слово Божие. Некий такой, именно призвание изучения, иметь библейское образование. Вы знаете, идти в библейские школы, возможно, возможно приобретать это. Но я вхожу так, что нам необходимо изучать Писание, желать его читать, прослушивать. Ладно, слушайте, не можете читать, уже забыли, как писать люди нормально. Кто из вас забыл, какой у вас почерк? Я забыл, какой мой почерк, потому что я всегда только беру на компьютере, все пишу, 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 там красивее почерк, чем мой. Но мы на самом деле нам нужно иметь библейское образование, глубину познания последнего времени оскатологии. То есть что будет происходить? помнить, что еще он сделал, цитировать его слова. Знаете, я вспоминаю сразу, когда меня призвали в армию, я был отказником, вообще-то как бы отказником. Я думаю, что в Москве там есть мое дело, как неблагонадежного человека, там есть такое, меня там, да, меня полгода КГБ мучило и всякими допросами, со всеми делами, потому что я отказывался принимать присягу и давать клятвы для стране, которая по локоть в крови была. Мы понимаем, что и революция кровавая, а потом верующих убивали, сколько и священников, не только священников, и раввинов, и так далее. Поэтому кровавое было месиво и клясться тому правительству мне не было никакого смысла. Но мне спрашивали, почему? Я говорю, потому что Библия говорит, не клянись небом, потому что это его престол, не землей, потому что это подножье ног его, не клянись своей жизнью, не клянись. Он говорит, и знаете, что КГБ сделал? Он говорит, а где написано? Я буду очень молодым верующим ушел в ступор или в штопор. Он говорит, ага, видишь? Я говорю, дети заповеди написаны, не убей. Какая из них по счету? Они хорошо знают наши ответы. Вопрос, уверены мы в том, что мы верим? Вы понимаете, да? И нам нужно иметь слово, как Божье Слово, наше основание, в котором мы убеждены, в котором мы стоим, на котором мы растем, которое внутри нас, оно отображает нашу жизнь, не просто разговоры. Читайте притчи, читайте псалмы, изучайте притчи. Каждый день можно читать одну притчу, их 30. Как раз на каждый день. Месяц прошел, она нашел, прошел месяц, еще раз, будешь мудрым. Там все написано, как себя вести, в обществе, с плохими людьми, хорошими людьми, с жадными или другими. Там все написано, кого избегать. Кувшин. Вы знаете, что интересно, что кувшин это емкость, куда что-то можно налить, как вчера говорил Роджер. Туда что-то можно налить. И одно из таких моментов, это можно воды налить, подать кому-то. Мы должны быть способны дать людям ответы, утолить их нею жажду. У них есть много вопросов, нам нужно дать возможность им услышать и наполнить свой дух ответами. Еще что может быть? Елей. Елей всегда было это отождествление Духа Святого. Помазание. Понимаете, да? Если мы сегодня будем говорить в состоянии пустоты, пустой наш сосуд, то мы можем быть наполнены. И у нас есть в этом привилегия. Просите, и да, она будет вам. Стучите и отворите. Не ломайте двери. Вам отворят. Это очень важно. Потому что, когда мы, на самом деле, чтобы мы были наполнены чем-то, мы должны быть что? Пусты. Что такое пробуждение вообще? Это не только, когда ты наверху, и ты там все время выше, выше пробуждения, когда ты где-то ты в ступоре, где-то там не происходит, чего-то не получается, ничего. Как этот Израиль, который семь лет, у них была проблема. Их грабили, грабили, и грабили. Они сказали, достало все, мы хотим пробудиться. Мы хотим восстать, мы хотим приблизиться к Богу. И когда они позвали Бога, воззвали к Нему, что-то произошло. Наполнились силой, которая дала возможность им победить. Я потом пройду к этому. Нам нужно это иметь. И если мы уже переполняемся этим Духом Святым, то мы переполняемся для кого-то. Как Писание говорит, как елей, который сходит на голову, бороду, по одежде Аарона течет и дальше. Мы должны понимать, что если мы пусты, мы должны быть наполнены. Если мы переполнены, мы должны отдавать другим. Чтобы люди вокруг нас получали это прикосновение, эти молитвы. Наша жизнь, особенно в последнее время, особенно сейчас, должна быть немножко другим акцентом, стремлением и желанием прибыли к Богу. Нам нужно опустошенность или сокрушенность, чтобы вместить излияние Духа Святого. Гедеон дал каждому своему воину рог, большой, кувшин. И вот, знаете, как Роджер говорил вчера, да, вот такой, он может быть, этот светильник спрятанный был, да, но где-то нужно сокрушение, чтобы увидеть свет. он сказал своим людям очень интересную фразу, смотрите на меня и делайте то же самое, что делаю я. Рав Шаул, Павел, говорит, подражайте мне, как я подражаю Мессии, да, Христу. Другими словами, эти параллели очень важны, как Ветхого Завета, то есть, то, что в Танахе написано, об Гедеоне, это принадлежит сегодня нам, это, ну, я верю, что это для сегодняшнего времени для нас. И если, Гедеон говорит, подражайте мне во всех делах, что я буду делать туда, и вы делаете, потому что я получил это от Бога, если мы это сделаем, будет Божья победа, Он будет с нами. И Павел говорит, делайте то, что я делаю, потому что подражаю Мессию, потому что Он дал мне это направление, и вы будете спасены, то есть, вы будете в безопасности, не без трудностей, когда Гедеон затрубил в рог, разбил кувшин, замахал факелом и закричал. Что он кричал? Меч Бога, да, Иеговы и Гедеона. Знаете, интересно, когда я подумал об этом, хорошо, это как бы мы нападаем, вот меч Гедеона и вот меч Господа. Что вообще этот клич означал? Что это на сегодняшний день вообще может означать для нас, когда мы живем через тысячи лет, да, и что это означает вообще, как бы этот крик, клич к чему-то? В Писании мы видим, что этот клич чаще всего описывает суды Божьи. суд Божий или же мщение Писание Божье называется мечом Божиим. И не просто мы подготовились и мы делаем что-то, и он говорит, это меч, то есть это мщение Господа, мщение Гедеона. когда в день отомщения Божий гнев вырывается наружу, по словам Исаии, меч Господа наполнился кровью. Исаия 34,6. Я думаю, что мы как раз переживаем некоторые такие дни. возможно. Иеремия говорит о неизбежности Божьего суда. Меч Господа поражает все от одного края земли до другого. Нет мира и никакой плоти. Когда это происходит, нам нужно думать, на какой и на чьей мы стороне. поэтому здесь закидывает именно этот клич, не просто вщение Господа, а вот не, нет, вщение Господа и Гедеона. Мы с ним, мы на его стороне, мы присоединяемся к Божьим делам, мы присоединяемся к молитвам, присоединяемся к то, что Бог делает. Давайте перейдем обратно к истории Гедеона. В народе Гедеона прозвали одним прозвищем. Кто помнит, как его прозвали? Ироваал. Иона прозвали Ироваал. То есть, как противоборствующий Ваалу, божеству, который поставили маамитяне, я думаю, что там больше низвергающий Ваала. Именно очень интересно, что после того, как Господь его призвал, и он с ним спорил, чем ты докажешь, что ты выбрал меня, чтобы освободить и зараживать, я буду с тобой. Я буду с тобой. Это достаточно уверенная часть. А потом иди и сделай что-то. Низвергни идолов. Идола. Важно идола свергнуть. И вот конкретно Гедеон делает все после того, как он начинает слышать Бога и действовать. Нам нужно уничтожить все идолы в нашей жизни. Особенно я говорю к стране. А они бывают очень своеобразные в настоящее время. Сегодня нельзя сказать вот этот идол Алла это Астарти это идол еще чему-то. Это то, что больше Бога. То, что занимает место в твоей жизни намного больше, чем сам Господь. Я не говорю о том секундомере, которое сколько минут ты молишься, сколько ты минут делаешь добро и так далее. Это как бы для Господа. А остальное там работа, суета, дети, это типа вот это идолы. нет, я хочу, чтобы вы поняли, что Бог в вашей жизни покажет, где тебе нужно будет избавиться от идолов, которым ты доставляешь больше времени, чем Господу. Что отвлекает тебя в сторону. Я это говорю также наверное и к стране. У нас есть то, что отвлекает нас от той цели, которая называется служение Богу. Есть такой момент. не зря Исайя в 26 главе 9 стих говорит, душою моей я стремился к тебе ночью, и духом моим я буду искать тебя во внутренности моей с раннего утра, ибо когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде. Посмотрите, что происходит вокруг нас. И наша задача к верующих людей именно найти эту способность себе именно увидеть ночью и духом моим буду искать тебя во внутренней внутренности моей от раннего утра. Другими словами, если даже я иду на работу, как Илюша говорит, я вставил наушники в уши, иду, могу слушать писание, могу слушать прославление, могу слушать проповеди, я могу быть посвящен, то есть моя внутренность, моя насыщается Богом, который направляет меня не терять время зря. Я верю, что это важно для нас. Об Украине, как и об Израиле, можно пророчески сказать то, что Господь сказал Гедеонам. Я дам израильтянам победу, но у тебя слишком много воинов, и вы можете подумать, что победили своими силами. Поэтому скажи, чтобы все, кто боятся, и шли домой. Друзья, задача еще верующих людей доверять Богу. В вере, молитве. Да, мы должны поддерживать наших воинов молитвами, не только, да, но и тем, той помощью, которая у нас есть. И Бог высвобождает эту помощь через разные страны, но тыл, который у нас есть, он зависит от нас, друзья, от нас. Поддержка людей, поддержка именно воинов, пойти в госпиталь, помочь детям военных, потому что они сегодня в проблемах поствоенный синдром, это ситуация, ты слышишь какой-нибудь шорох, и у тебя начинается конфузия в голове. Вот я скажу так, честно, мы здесь в Одессе, летит, свистит, оно гудит и так далее. Я где-то пролетает оно мимо, я как бы тогда, оно там где-то содрогнется, бабахнет, чуть-чуть где-то сожмется вот здесь, вот такое, неприятно. Но когда ты за границей, ну, за границей, да, будем говорить так, где твоим разумом говорит, такого вообще здесь не должно быть, правильно, да, вот, ты спокойно. Вот, я помню, мы поехали в Израиль, там спокойно было, я говорю, до войны, вернее, война уже была, но до этих ракетных всех действий. Я, мы там в офисе, я лежу, там, как бы, готовлю всех, и потом слышу, я думаю, ничего себе, а оно мне, как будто вот тут, оно начало меня беспокоить. Начал самолет этот летать, и так летает, что-то самое, что у тебя где-то так внутри, сжимается все. А я думаю, подождите, я что-то не травмированный, да, но подсознательно, а каких много людей таких сегодня здесь, которым нужно утешение, нужно им даже выплакаться, им нужно, их нужно обнять, их нужно поддержать. Да, это наша задача, тех, кто упывает на Господа, потому что у нас есть ответ, шалом, который мы можем им дать, другие люди не могут предоставить им. Они могут дать консультацию психиатра, я хотел сказать, консультирование. Но Бог говорит, я дам победу, даже когда не будет так сильно много. Слишком много у вас солдат. Я дам победу малым количеством. И верю, что для получения необходимых перемен для нашего народа нужна такая же история, как история Гедеона. Ее нужно просмотреть. Я дам вам сейчас быстро восемь необходимых качеств для перемен, для себя, для общины, для страны. Это как восемь таких моментов. Если вы хотите записывайте. Первое, что нужно иметь смирение. Нужно смириться с тем обстоятельством, которые у нас есть. Не имеется в виду поражением или чем-то другим. С тем, что это факт уже. Гедеон смирился с тем, что это была оккупация тогда, или там ситуация такая, на нас напали, нас хотят уничтожить. Это надо смириться. Первое, нужно здесь смириться. Смириться перед Богом, что мы без Него не можем делать ничего, что только нам нужна Божья помощь со стороны, потому что нас мало. Да, мы пели эту песню, нас мало, у нас нападал но если Бог не на твоей стороне, будет капец. Если Бог не будет на твоей стороне. Поэтому первое, что нам нужно, как мне, нужно это смирение. Потому что Бог говорит Гедеону с 32 тысячами человек легко победить. И вы скажете, что это наша заслуга. Мы победили. Бог говорит, что мы сильны не воинством и силой, но его духом. Не воинством и силой, а духом Божьим. Вот где наша победа. А чтобы иметь эту победу, нужно смириться с себя под сильную руку Божью и быть послушанием. Бог сократил Гедеона армии до минимума 300 человек. Всегда помните, что не стоит полагаться на свои силы и помощь извне, а только на Бога. Никогда не полагайтесь на количество людей, которые помогают вам в служении либо тех людей, которые будут с вами, но полагайтесь всегда на Бога, который даст вам обеспечение. И это первый урок, который Бог хотел дать Гедеону не количеством, а моим присутствием, моим духом. Там написано в другом месте, что исполнился Гедеон Духа Божьего. Знаете, исполнился, значит, он понимал, что без Божьего Духа, без Божьего направления нам не преодолеть эти трудности. Второе, что нужно, команда проверенных людей. Как и для нашего служения, как для любой общины, так и для государства или же для любой армии нужны проверенные люди. Мы не можем рассчитывать на то количество, которое мы посчитали нам нужно для того, чтобы это служение могло двигаться, действовать и быть успешным. У Гудиона было 32 тысячи, но реально только 300 из них были приготовлены к войне. 300. Изменения требуют проверенных людей. Непроверенные люди ненадежны. И у меня вопрос, а вы тот, кто входит в эти 300 человек проверенных, верных, испытанных. Задайте себе этот вопрос. Задайте к себе вопрос команды, в которой вы находитесь. Я могу сказать точно, что мы сегодня находимся на духовном фронте. Духовный фронт, он очень обширен, не только эта линия соприкосновения, он намного глубже. И Бог мобилизует свою армию, готовит для победы. Но победа возможна только при команде проверенных людей. Станьте этой командой. Внутренне себя позанстройте на ту команду, что вы будучи испытаны, найдены верными. даже при всех тех случаях, которые у вас были. Падения, подъемы, ситуация, может быть отвержение, может быть вы где-то не подходили к кому-то чего-то, но останьтесь верны в Божьей команде. Стойте сильно в Боге, найдитесь на Него. Команда, которая знает свою цель от Бога, такая команда знает то, куда она направляется. Вы скажете, но ведь бывают разные возможности, ситуации, времена, тенденции. Цель одна, инструментов много к достижению. Третье, победа над страхом. Будьте мужественны, то есть побеждайте свой страх. Легко, когда нас много. Тридцать две тысячи людей, толпа немаленькая. Это у нас Черноморск, да, стадион Черноморск. Это футбольная команда. Сережа, что скажешь, там сколько человек помещается, не знаешь, тридцать тысяч или пятьдесят? Нет, тридцать тысяч. Представляете, толпу, которая выходит из стадиона, в этой толпе можно, ты слушай, ты герой становишься. Стенка на стенку, там, ничего себе, там толпа, толпа заводит. Синдром толпы всегда как бы движняк идет. И вы замечаете, маленькие общинки, они такие тихонько, тихо, спокойно, а те, которые уже посильнее, побольше, поколичественнее, они такие, а что, мы сделаем, мы пойдем, мы сделаем, да, такие, толпа всегда, она руководит всеми этими движениями. Даже когда ваше собрание, даже ваша маленькая группа благотворительности или молитвенная группа, когда вас двое-трое, там вы собираетесь, а что это, я что, один воин, не в поле, не воин, когда вас уже 15, ты говоришь, о, помолимся, о, молились, о, как собрались, как помолились, крышу снесло кому-то. Понимаете, о чем я говорю? Нет? То есть, другими словами, нам нужно побороть страх, который внутри нас, что я может быть недостойный, а почему для меня таких людей нету, почему это не происходит, вот это не происходит, я может быть не сильно образованный, послушайте, 32 тысячи это синдром толпы, там все герои, и вдруг, в какой-то момент, говорит Гедеон, так, кто в трусах, вернее, кто в трус, извините, кто струсил, кто сдрефил, домой быстрее, кого жена зовет, и как бы приглазила пальцем, домой, быстренько, и те такие, ага, Фира сказала, домой, помните, как, как, фильма, который на 300 еврейцев, помните, да, нет, Леонид там был такой, нет, 300 это самое, еврейцев, и говорит, мама, я иду, иди, иди, мама, я уже ухожу, иди, мама, я уже ушел, закрой дверь, тебе же не жалко меня, и вот тут Гедеон говорит, те, кто жалко себя, идите, 22 тысячи собрали, и уж ушли, и совесть их не мучила, поверьте мне, абсолютно, но знаете, они потом послужили еще Гедеоном, если вы читаете внимательно, веселье 6-7 глава, они потом еще послужили ему, он дал им приказ что-то сделать, очень интересно, даже осталось 10 тысяч, Бог говорит, даже 10 тысяч, толпа хорошая, веди их на водопой, иди, пускай пьют, как могут, и выбирай, как я тебе скажу, выбирай, те, кто будут пить воду, преклоняя колене, то есть, ставится на колени, и пить, да, то как бы в одну сторону, он даже не говорил, что делать с ними, а те, кто будут ложиться, и пить, как собаки, вот, знаете, вот прижался, и начинаешь пить, а вот эти в другую сторону, и 300 человек таких собрался, я был на том месте, где этот источник, я был там, на том месте, друзья, честно скажу так, я не знаю, там небольшое место, чтобы там всех усмотреть, но все, видно, они в этом ручье, они там легли, так, 10 тысяч человек, и он ходил, и смотрел, кто как пьет, сколько нужно было пить, или каждый мог подходить по одному, я не знаю, но он это брал, потому что что-то должно было произойти, и вот эти 300 человек, они поняли, что на них ответственность за весь Израиль, нам важно победить любой страх своей жизни, чего вы сегодня боитесь, что удерживает вас от достижения той цели, которая у вас есть, всегда будет конец страху, многие из нас боятся того, что скажут люди, многие боятся, что будет происходить через год-два, много людей страхов, но эти страхи нужно победить, побеждается страх Словом Божьим, стройте свою веру на Слове, вера от слышания, а слышание, потому что вера, это противоположное страху, четвертое, духовная бдительность, духовная бдительность, это помогающая нам сфокусировать наши цели на Боге, люди, которые поглощены только своими желаниями, потребностями, они не бодрствуют, а Бог призывает своих детей быть на страже, мы не должны забывать, что находимся каждый день на духовной войне, поэтому должны всегда бодрствовать, как в Библии сказано, трезвитесь в бодрствии, потому что противник ваш дьявол, ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить, противостаньте ему твердой верой, 1 Петра 5,8, духовная бдительность, напрямую связана с нашей молитвенной жизнью, в молитве постоянно, духовная бдительность, связана с нашей молитвой, нам очень нужно быть чувствительными к тому, что происходит вокруг нас, нам необходимо реагировать на происходящее в духе, нам нужно быть бодрствующим, то есть понимать, что происходит, 5 Пятое, нам нужно научиться принимать наставления от Бога, нам иногда не нравятся его указания, первые указания у нас в Библии, любите друг друга, как я возлюбил вас, указания, кто крал впредь, не кради, кто матерился, ну не матерись, есть много других моментов, где нужно быть послушным или же принимать наставления, почему я говорю, нам нужно научиться принимать наставления от Бога, 300 человек, которые Бог избрал, они были послушны Гедеону и были готовы на сражение против амадемитян, амадемитян, ну, хороший россиян, были послушны инструкции от Бога, инструкции очень были простые, но они должны были произойти, судей 7,16, и разделил 300 человек на три отряда, и дал в руки всем им трубы, пустые кувшины и кувшины-светильники, то есть, другими словами, они были послушны, представьте себе, их было 32 тысячи, а когда уже нападать, Бог говорит, а теперь на три группы разбейся, спас 100 человек, была толпа, осталось 100 человек, и каждому дали оружие, в рог, не в рог, а рог, не в кувшин, а кувшин, не бубен, и вот они стоят и думают, что дальше? Нужно было вообще еще смелость иметь, дерзновение, а что делать? Делайте то, что я буду делать. Шестое. Призывать Бога во всем вашей жизни. Призовите. Призывающий имя Господне будет спасен. Смотрите, спасен, не говорится, не страдающий. Не говорится, призывающий имя Господа не будет страдать. Он будет спасен, Он будет избавлен от страданий. Другими, нам нужно будет пройти некоторые ситуации, неприятные для нас, но мы будем, но у нас есть ответ, что мы будем избавлены. Важно, важно это понимать. Призывать Бога во всем, что бы мы ни делали. Особенно это проявляется хвале и поклонению. Насколько мы славим Бога, насколько мы Его призываем, насколько мы Ему говорим. Божий народ, он призван поклонению, почтению Бога. Как в Псалме говорится в 150-м, хвалите Его со звуком трубным. Так что, почему был еще шофар? Как вы думаете? Нужно было не напугать людей, как, знаете, когда проезжает фура, и тебе ты перепуганный. Нет, нет, а именно звук шофара, если помнить, как он звучит, да, это, между прочим, африканские наши братья Зимбабве нам подарили, я, и Роджер испугался, думал, что это как раз может быть, это, да, как бы, орудие Гедеона, там где-то заколоть кого-то рогом. Нет, послушайте. Если его правильно настроить, поставить туда еще вставочку, знаете, для, как? Для губ, я не знаю, помада, вставочку такую для того, чтобы это хорошо дудеть. Но сама суть, сама суть, хвалите его со звуком трубным. И когда фактически они начинают трубить, они начинают хвалебную песнь Богу, то есть трубить ему, чтобы он, Бог, содействовал в работе. Гедеон раздал трубы и светильники своим воинам. У нас сегодня также есть духовная труба внутренняя, наш голос к Богу, позитивный настрой, хвала и поклонение. Уныние и разочарование связывают ваш дар. Услышьте меня? Уныние и разочарование они связывают мой дар тогда, когда необходимо его высвободить. Радость Господи все мои, сила моя. Сухие кости да унылый дух сушит кости. Поэтому танцевать не хочется абсолютно. Все болит. Все болит. потому что мне так все плохо сегодня утром, что танцевать не хочется. Сушит кости. Вот именно правильно говорите. Надо. Надо. Нужно научиться двигаться в Боге. Именно здесь как говорится призывать Бога во всем. Как Давид говорит, душа моя, хочу поговорить с тобою. чего ты унываешь. Что с тобой происходит. Ну, так не делайте, потому что подумают, что у вас ку-ку в голове. Представляете, как люди на улице ходят и разговаривают сами собой. только не делайте это хорошо как бы в собрании. А то подумают, что собрание неадекватных людей. Но ты должен внутри сказать, душа моя, чего ты расстроена? Что ты так скучаешь? Что ты недовольна такая? Время славить Бога. Пробудись. Трубите громко, кричите громко. Славьте Бога. Бог живет среди славословия народа своего. Помните, да? 118 Псалом. Слово твое светильник ноге моей. Трубный зов, восклицание, благодарение. И Слово Божье, которое подкрепляет нас. Седьмое. Праведный образ жизни. Вы скажете, Рэбе, вот тут у нас и проблема. Писание говорит четко, нет ни одного праведника, нет ни одного, и я в том числе. То, что это, то, что да, но сама суть. Бог призывает нас к праведной жизни. знайте, что враг всегда отступит. Не будет войны постоянно, всегда враг отступит. Способны ли мы сражаться? Без надежды в Бога, без страшно, нам нужно сражаться. Гедеон изменил свой статус в Израиле. От самого бедного, незначительного колена стал освободителем для всего израильского народа. А в свою очередь порабощенный Израиль стал свободным народом, свободной страной. О чем я? очень много победы или свободы для этой страны, ситуации, в которой мы находимся, зависит от нас с вами. Мы не понимаем, насколько это реально, насколько мы можем именно ускорить эту победу, потому что оно связано между собой. И последнее, надеюсь, уже мы закончим. Восьмое, я обращаюсь сейчас служителям отделов общин, разных общин есть, я вам обращение. Для таких служителей, которые возглавляют отделы либо направления, необходимо взять урок скромности, смирения и правильных ответов, тогда, когда у вас все начинает получаться. О, да, о, да, у нас же как бывает, вот я успешный, у меня все круто, у меня людей много собралось, а я много послужил, я могу это сделать. Как это сделать? Смотрите, я вам пример Гедеона. Сразу после первой победы, когда 300 человек наказало это полчища, между полчища, 135 тысяч было, это немало количество, они между собой начали драться, убивать друг друга. Смотрите, и Гедеон посылает посланников, чтобы те, кто ушли, вот эти 22 тысячи, да, с других колен, могли преследовать врагов, потому потому что те начали перебегать через Иордан. Когда те уже фактически перебили всех врагов, те, кто там из Ефрема и других колен, между прочим, они прошли аж на 150 километров глубь вот за Иордан, туда вот в сторону именно на Моавитийскую сторону. Они пришли туда на их землю и осадили город, и фактически убили двух царей. Вы понимаете, да, то есть ни в одну сторону только можно было кидать. Им просто разрешили стрелять туда, где на другую сторону. Что-то напоминает, да, разрешили. И Гедеон говорит, ну, идите и докончите все. Смотрите, когда они приходят к Гедеону, а Гедеон фактически считается начальник всего. И вот что они говорят. Что это ты сделал с нами? Не позвал нас, когда шел ты воевать с миодитянами? И ссорились с ним сильно. победа. Победа. Круто. Все. Приходят и говорят, давай разберемся. Ты вообще кто такой? Нужно было воевать, надо было всех звать. Они же не знают договор Бога с с Гедеоном. И что Бог говорит, чтобы они не сказали, что это моя рука сделала. Они начинают ссориться с Гедеоном, наезжать на него, как он часто бывает. я слышал фразу проблема знаете будет у нас после войны с обиженными победителями. Украинцами. Относительно других народов. Поверьте мне, мы это можем делать. Мы можем это сделать. Знаете, прийти мы победили, мы проливали, а вы что делали, где вы были, и мы как обиженные победители будем наезжать на всех остальных. Оно нам надо. Обиженные победители из Ефремовой стороны приходят и говорят, ты вообще кто такой? Почему не позвал нас? Знаете, а Гедеон умный человек. Видно, Бог его не зря избрал. Нужно поступать нашим лидерам, служителям, которые уже успешны, таким образом. Гедеон успокаивает обиженных, переменив разговоры с ними не только тонкий ум, но и юмор. Знаете, что он говорит? Смотрите, что сделал я тут по сравнению с вами? Это вообще что то, что вы сделали по сравнению с моим делом, это вообще вы просто гиганты, вы просто крутые люди. Разве не богаче вышли до борки урожая с Ефремом, чем сбор урожая Авезера, то есть с нами. Что мы получили, посмотрите, что вы получили, большая разница, друзья, да, он говорит, посмотри, а ваши руки, ваши руки, он говорит, Бог дал медитяне, начальник Арева и Зева, то есть вы, те, кто обезглавили их, вы пошли туда и закончили войну. А мог ли я сделать подобное? Мог ли я это все сделать? Тогда унялся дух их против него. В наших собраниях или так на служениях, да, если вы успешны, кто-то там пришел и говорит, так что такое, что вы, слушай, без тебя я бы это не сделал, какое мое дело было, я просто позвонил, я просто сказал, но ты накормил, пошел, принес, это вот столько, победа твоя, при чем здесь я? Слышите, успех служения и успех победы в этой ситуации будут у тех, кто научится говорить смиренно, поднимая других выше своих побед и выше своих успехов. я надеюсь, что это поможет вам именно конкретно в ваших служениях поддержать друг друга эти все восемь пунктов, которые я прочитал, да, хотите, я зачитаю еще раз, да, первое, смирение, не, ну, самое первое, это избавиться от идолов, покаяться во всех ситуациях, то в том смирение, команда проверенных людей, победа над страхом, духовная бдительность, принимать наставление от Бога, то есть принимать, а не отвергать, призывать имя Бога во всем и всегда праведный образ жизни основаны на истине Божьей, и последнее, научиться смиренности для правильных ответов, когда у вас все на величайшем уровне, и у вас есть ваши личные победы в служении, научиться, поэтому Павел говорит, даже на большем, не скажу, как Павел, Ишуа говорит, научитесь у меня, ибо я кроток и смирен, мы научимся у него, когда будем общаться друг с другом, когда мы начнем побеждать. И помните, что мы на той стороне, где Господь, а меч Бога Гедеона для того, чтобы мы присоединились к тому сражению, которое ведет Сам Всевышний. Ибо наша врань против плоти и крови. Абсолютно. И даже когда твой сосед или служитель по служению становится твоим противником, как Петр для Иисуса, помните, да? Да не будет так, не надо. Я предлагаю вам не говорить, одеть меня сатана, а сказать другие слова. Слушай, без тебя я бы это не смог сделать. Без твоей поддержки, без твоих слов это дело не состоится. Без твоих